Девушки отдыхают Всем привет! Обновление 8.1. Снова разбираем нововведения. И снова, снова и снова на повестке дня Древние Боги. Помимо основного рейда обновления, Осады Зулдазара, нам также представят совсем новый промежуточный рейд, состоящий всего из двух боссов. Но и столь малый рейд выстраивает для нас мост для продолжения нечто большого. Именно об этом мы сегодня и поговорим. А пока хочу сделать совсем небольшое отступление, касательно другого сюжета. Если не хотите его смотреть, а желаете сразу перейти к теме этого ролика, то переходите по этому таймкоду. И еще. Досмотрите видео до конца или перемотайте на этот таймкод, мы анонсируем кое-что крупное. Если вы смотрели предыдущее видео о Саурфанге, а вы наверняка смотрели, то у многих из вас должен был возникнуть вопрос. А что, если я не хочу предавать своего вождя, но данная линейка меня на это обязывает? Все это вызвало бурю волнений со стороны игроков, и разработчики не могли оставить это без внимания. А потому сделали специально для нас выбор между двумя сторонами. Но, сказать честно, просто отмазались. Теперь вы сможете встать на сторону следопыта Лианы и попытаться схватить воеводу. Или же поддержать Ворока и Зигхана. Ваш выбор никак не повлияет на сюжет. Орк и тролль также сбегут, а вы с Лианой лишь останетесь с проваленным заданием. Но в отличие от вас, темный следопыт понесет тяжелое наказание в виде стрелы в голову от Натаноса. Вас же, как величайшего героя Азерота, пощадят и дадут второй шанс исправить свою ошибку — найти и привести предателей. Короче, ничего не изменилось. Просто теперь вы смогли отстоять свой принцип. Вернемся к сегодняшней теме. Итак, в обновлении 8.1 нам откроются врата нового рейда, что продолжает историю в Долине Штормов и Подземелье Светилища Штормов. И называется он Горнила Штормов. Все о штормах. Столь маленькие объемы напоминают мне испытания доблести из Легиона. Но тот рейд был создан, дабы заполнить промежуток контентом и ни к чему не привел. В этот раз нам демонстрируют сильнейших слуг от шары, что переходит к активным действиям. Сейчас вам зачитаю банальное описание из книжки и разбираем дальше. Конклав Неупокоенных, Ктир и Безликий Конклав Неупокоенных привязан к воле Нзота и обязан служить ему. Они были призваны из глубин, чтобы вернуть три реликвии древней силы. Закхаш обещает незваным гостям исполнение чайней и силу. Фатуул же просто расправляется с несогласными грубой силой. Унат Глашатой Бездны Второй по значимости и силе Нага после Ашшары Лишенный света пакт между королевой Ашшарой и Нзотом даровал Унату множество очей. Теперь он повелевает роем ползучих ужасов. Он возвещает пришествие своего хозяина, что было предсказано в звездах. Теперь подробнее. Конклав Неупокоенных представляет из себя двух боссов — Верховного Ктира и Безликого, что забладели тремя сильнейшими артефактами трезубцев океанских глубин — Глашатаем Бури и Камнем Бездны. С их помощью они вызывают мощнейший шторм и подводные землетрясения. Для чего, вы спросите? Дело в том, что само горнило штормов располагается непосредственно в глубинах океана, и служило это место как хранилище древних артефактов и лаборатория, откуда жрецы морей спокон веков наблюдали за всеми чудовищами, скрывающимися в морских глубинах. Завладев артефактами, слуги древних богов начинают проводить ритуалы, что направлены на ослабление и вполне возможно разрушение темницы Нзота. Об этом нам намекают в описании следующего босса. Он возвещает пришествие своего хозяина, что было предсказано в звездах. А следующий босс — это огромный нага, больше похожий на угря. Его тело мутировало, покрылось множеством глаз и дополнительными щупальцами, что свидетельствует о том, что силой его наделил лично Нзот. Одержав победу над предыдущими боссами, в наши руки попадают возвращенные артефакты. И мы направляем их могущество на борьбу с Суннатом. Вот и все. Мы победили одного из сильнейших над, отстояли горнила и не дали темнице древнего бога разрушиться. Но, вероятнее всего, слуги бездны смогли пробить брешь в ее стенах, и Ашара следом завершит начатое имя. Вот и весь рейд. Все предполагали, что боссом на УВ рейда о древних богах станет сама Ашара, и уже очень скоро мы увидим Дзота, но нет. Разработчики решили еще немного отсрочить их пришествие. Я думаю, в следующем обновлении 8.2 так и случится, и нам об этом кратко расскажут на Близконе. А на этом все. Но прежде чем вы уйдете, я хочу кое-что анонсировать. 31 октября в 19.00 по московскому времени на нашем канале выйдет фильм, над которым мы долго трудились вместе с командой Камбрио Машинима. Прошу еще раз посмотреть его трейлер. Работу ищите, ребята? Моему другу нужны травы для зелья. Его жена совсем замерзает в нашей холодине. Сможешь чем-нибудь помочь? Вот сижу здесь и думаю, может, поможет мне кто завал разобрать. А я плачу вам монетой. Может, ну его? Что скажешь? Почему это случилось именно сейчас? Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и пишите в комментариях, что думаете обо всем. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok